Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Человек стал создавать и использовать различные химические вещества. Причем эти вещества не всегда были безвредными. Так, например, в США было широко, скажем так, использовано в практике такое вещество, как гексахлорат. Оно обладало прекрасными дезинфицирующими свойствами. Его стали добавлять в мыло. Медсестры использовали его для дезинфекции рук. Но впоследствии ученые стали заключать такой интересный факт. Если медсестры использовали данное мыло более 10 раз в сутки, то в 10% случаев у этих женщин рождались дети с генетическими патологиями. Итак, мы и планета находимся в постоянном взаимодействии. И я бы хотела предложить вам послушать вот такое стихотворение. Мы дети малые одной большой природы. Мы делим с ней удачи и невзгоды. Одна судьба у нас и у нее. Моя планета — человечий дом. Но как ей жить под дымным колпаком? Где сточная канава, океан? Где вся природа поймана в капкан? Где нету мест ни аиста, ни львов? Где стонут травы? Больше не могу. Ребята, как вы думаете, о чем этот стих? Ну вот, какие мысли у вас? Вот о чем? То, что в разогрязнении окружающей среды. Значит, все-таки о воздействии человека на окружающую среду. Нераверное воздействие самой среды на человека. Итак, на прошлом уроке. Вы изучили один из видов факторов воздействия на организм человека — антропогенный фактор. Давайте вспомним, о чем вы говорили на прошлом уроке. Итак, для начала назовите мне, какие группы факторов выделяют при взаимодействии на организм человека? Сережа. Я прошу назвать группы факторов. Это было чуть-чуть раньше. Как делаются все факторы. Так, пожалуйста, Юля. И антропогенный. Давайте сейчас более подробно вспомним, а что такое антропогенный фактор. Антропогенный фактор, когда человек оказывает своим воздействием на окружающую среду, тем самым кажется воздействием на самого себя. То есть человек что-то делает, а как и результат этого действия воздействием на организм человека. Прекрасно. И вот Сережа в начале ответа нам сразу, скажем так, дал характеристику антропогенных факторов. Давай, Сережа, еще раз вспомним, какие группы антропогенных факторов выделяют. Химические и физические. Ребята, а что относится к химической группе антропогенных факторов? Юля. Минеральное удобрение. Минеральное удобрение. Так. Значит, химические вещества. А давайте вспомним, что такое пестицид. Вот как бы одним словом, если что это такое, Ксюша. Это ядохимикат. Ядохимикат. И мне бы хотелось, чтобы мы вспомнили то, о чем мы говорили на прошлом уроке. А говорили вы о таком широко применяемом ядохимикате, как ДДТ. Пестицид, хлор, содержащий, обладающий инфицицидным действием. Но вот вспоминать это мы с вами будем в очень необычной форме. Я предлагаю вам поиграть в очень интересную игру. Игра называется «Шесть шляп к мышлению». Шляпа – очень интересный атрибут гардероба. Шляпу легко можно одеть и снять. При этом вы тут же преображаетесь. Я предлагаю вам шесть виртуальных шляп. У каждой будет свой цвет. И каждая шляпа попросит от вас описать свои чувства, эмоции, мышления в каком-то режиме. При этом мы будем обсуждать факт открытия ДДТ. Итак, мы обсуждаем факт. Внимательно послушайте, о чем сейчас будем говорить. В 1943 году были открыты инфицицидные свойства пестицидом ДДТ. Сделано это было швейцарским химиком Мюллером, за что он и был награжден в Нобелевской премии. Итак, давайте попробуем этот факт рассмотреть со всех сторон. ДДТ слишком известный химикат. Он даже воплощен в одну руку. Не говорить о нем нельзя. Итак, красная шляпа. Вы все представляете, что вы в этой шляпе. Вам нужно высказать только свои эмоции. Какие у вас возникли, когда вы услышали про ДДТ. Что был открыт, что дана была Нобелевская премия. Только эмоции. Объяснять их не надо. Вот, Катюша. Эмоции. Ну, в первую очередь, конечно, нравится искать факт. Потому что это какое-то новое открытие, которое... Прекрасно, Катя. Молодец. Какие мысли у Андрея? Чувства. Только чувства. Вы знаете, что сказал мой ребенок? Мой ребенок сказал, она вашего возраста, девочка. Она сказала, сколько денег, куда же он их потратил. Эмоции разные возникают. Что у Юли за ощущения? Вот что пришло к вору? Безразличие ничего не почувствует. Так и скажи. Ничего не почувствует. Итак, следующая шляпа. Желтая. Эта шляпа попросит от вас назвать преимущество открытия ДДТ и его использования. Настя. Настя. Произошла зеленая революция. Колоссальный урожай. Хорошо. Следующая шляпа. Черная. Здесь у вас сомнения. Но ведь есть же какой-то негатив от этого открытия. Арина, какой ты зовешь? Во-первых, влияние на человека тоже. Мы же для удовлетворения почвы, мы потом их сами употребляем с желтой, для общей. Так. То есть этот препарат встраивается в цепи питания и оплумбируется затем в организм еще прекрасно. Следующая шляпа. Зеленая. Это творчество. А вот что бы сделали вы, если бы вдруг открыли инсектицидные свойства ДДТ? Денис, вот лично бы ты что сделал. Ну, я бы применял их на полях. Ну, в общем-то, то, что и сделала вся церилизованная общественность. Да, я вам даже больше скажу. В поствоенное время Советский Союз использование ДДТ было настолько оправданным. Надо было повышать урожайность. Нужно было бороться с различными насекомыми, даже те, которые вызывали педикулез или в простонародье пши. ДДТ добавляли везде. Мыло, в порошки. Но чем это обернулось? Итак, следующая шляпа. Белая шляпа. Цвет нейтральный. Голые факты о создании и использовании ДДТ. Только факты. Никаких эмоций. Ю. Улыбается и ничего не играет. Ну, вот в какой типах, ну, в чем был? ДДТ обладает какими свойствами? Какими? Нет, ну, наверное, мы все бактерии с себя хорошо чувствуем. Я согласен. Инсекте. А что это значит? Что это значит? Животное, которое, ну, как бы, было наказано воздействие. Ну, я получила насек. Молодец, ты все на это сказала. Умничай. И последняя шляпа. Синяя. Подвести итог. А чем же все-таки закончилась эта история? Сережа. Ну, закончилась примерно тем, что ДДТ в 12-й питании, из-за этого людей начали отравление, повысить, понижилась уважаемость, и он так же принимал полезных скумов. И все так еще. Да. В результате что, Катюша? В результате уже запрещено. Молодцы. Итак, посмотрите. Мы с вами рассмотрели один вопрос с разных сторон. И мы в целом создали, мне кажется, достойную картину того, что получили на прошлом уроке. А мы движемся дальше. Раз мы затронули химические вещества, то тема нашего урока просится сама. Тема нашего урока – основные химические загрязнители. Основные химические загрязнители. И так тема записана. И у меня к вам первый вопрос. О чем мы вообще сегодня собирались сегодня? Потому что мы, пожалуйста, вы знаете регулярно. Знаете, в общем-то, о чем вы вещества. Сегодня, согласно теме нашего урока, о чем мы будем говорить? Алина. Химических веществ. Так. Мы для начала должны узнать, какие группы химических веществ относятся к основным выписателям. Еще о чем поговорим? Молодец, Датюша. О их воздействии на организм человека и, соответственно, на здоровье человека. Да? Ну и, наверное, надо было бы еще что узнать. Да. То есть, как противостоять воздействию этих химических вещей. Прекрасно. Мы с вами определили фактически все то, что будем делать нам. Итак. Первое, что мы должны назвать, а какие же группы веществ образуют химические загрязнители? И я думаю, что Денис может для всего класса их озвучить. Тяжелые металлы, действующие отравляющие промышленные вещества. Так. Третьевные материалы, бытовая химия. Дым табачный. Дым табачный. То есть не только табачный, но и включая его. Я предлагаю вам в тетради указать основные группы химических веществ. Вы с этой информацией уже встречались на прошлом уровне. Первая классификация вам была дана. Вы не просто, ребята, записывайте аббревиатуру, обязательно давайте расшифровку, чтобы потом, в общем-то, знали, о чем это ввече. Спасибо. Итак, основные крупные химические вещества, загрязнители окружающей среды мы с вами показали. И сейчас наш разговор будет касаться этих групп. И первая группа тяжелые металлы. Для того, чтобы наш разговор не только остался разговором, я сейчас прошу вас взять таблицы, которые распечатаны, которые лежат у вас на столе. И по ходу нашего общения, по ходу моего рассказа, мы будем заполнять таблицы. Итак, первая группа веществ – тяжелые металлы. Для начала давайте вы мне сами постарайтесь назвать, о каких металлах пойдет речь. ртуть, звенец, медь, магний, олова, хром. Я слышала название, Алина тоже сказала. Цин. Итак, да, действительно, эти металлы действительно относятся к тяжелым. И человек их использует с древних времен. Именно поэтому отравление тяжелыми металлами на сегодняшний день занимает третье место после пестицидов и нитратов. Уделить внимание этим элементам мы должны осуществить. Говорить сегодня мы с вами будем о двух самых опасных элементах. Это ртуть и свинец. Записываем в первой колонке. Ртуть. Второе пока не пишите. Ртуть. Итак. Теперь, пожалуйста, внимание на меня. Я скажу, когда, что писать. Информация об отравлении людей ртутными парами имеет далекие формы. Так, например, работники фабрик по изготовлению шляп очень часто жаловались на симптомы отравления ртутью. Дело в том, что фетр, который использовали для шляп, вымачивали в солях ртуть. Полицейские, которые часто работали с красителем, при помощи которой снимали отпечатки пальцев у грабителей, также жаловались на плохое самочувствие. Но это было, скажем так, раньше, но и сегодня вопрос поражения солями или парами ртутью очень актуальный. Дело в том, что у каждого из вас дома есть бытовые приборы, которые содержат ртуть. И вот я бы хотела, чтобы вы не назвали эти приборы. Термометр. Это прекрасно, молодцы. А кроме термометра, какие? Правильно, люминесцентные. И секрет этих водовых приборов в том, что если они целые, они абсолютно безвредные и безопасные. Но стоит разбиться, и тут же беда. Вот здесь Карина тихонечко сказала слово «пары». Дело в том, что вы знаете, что ртуть – это единственный жиркий металл на нашей планете. При комнатной температуре превращается в парообразное состояние. Так вот, отравление ртутными парами в десятки раз опаснее, чем твердой ртутью. Итак, для начала запишем пути поступления, источники поступления ртути в организм человека. Значит, я сказала промышленные и бытовые приборы. В качестве бытовых приборов вы можете указать термометры, панометры, люминесцентные лампы. Хотя, в общем-то, вы это указали сразу. Каковы же симптомы отравления ртутью? Сейчас вы внимательно послушайте, потому что в таблице нам необходимо указать не симптомы, а что поражается. Симптомы отравления ртути очень яркие. Первое, что ощущает человек, это ярко выраженный металлический вкус во рту. Затем у человека возникает ощущение недомогания, повышается температура, тошнота, вода. И завершается все это хорошо выраженными судорогами. Вот сейчас мы пытаемся с вами сказать, а какие системы органов задействованы. Итак, судороги. Нервная и опорно-двигательный аппарат. Записываем. Повреждение или нарушение деятельности нервной системы. Закращайте. НС. Поражение опорно-двигательного аппарата. ОДА. Причем у человека улучшается память и очень сильно страдает эндокринная система, особенно щитовидная железа. Поэтому в регионах Беларуси еще и воздействие ртути в общем-то является двойным, скажем так, бесследствием. Итак, мы сказали, как попадает, мы сказали, через что попадает, как действует. Осталось только сказать, а как же с этим бороться? Я вам хочу задать следующий вопрос. У вас дома разбился термометр. Что делать? Нет. Сейчас будет здесь. Ой, какая молодец. Юлюшка, если можно для всего класса громко. Ну, а куда звонить надо? На короткий номер 411. Отправь слово. Ртуть. Юля, куда нужно звонить? Значит, у нас есть служба МЧС. Какая? 1-0-1. Мы вызываем именно поэтому телефон. Первое прописываем. Звонок, ну, 1-0-1. И довериться надо именно профессионалам. Людям, которые умеют работать и знают, как обезвредить. Дело в том, что ртуть. Точно так же, как ДДТ обладает способностью накапливаться в пищевых цепях и передаваться, аккумулироваться затем в организме, ко всему прочему, почве ртуть не разлагаетесь. Поэтому вариант такой предложила Карина. Она сказала, что надо быстренько пропылесосить. А то, что не пропылесосилось, наверное, быстренько так по углам раскататься. И на самом деле, вы должны, во-первых, посванить, во-вторых, себя обезопасить. Вам необходимо воспользоваться ватно-марковой повязкой, влажной. Ко всему прочему, если вы оденете перчатки, откроете окно и захотите провести, скажем так, собрать штатутные шарики, они, в общем-то, будут в виде шарика. Вам для этого необходимо взять раствор, крепчайший раствор в марганцовке, в стакан, и вы можете до приезда собрать. А если вариант такой, вы звонили, звонили, к вам не приехали, куда вы деваете эту банку? Чайку. Да? Да, конечно. Итак, записываем. Первое, звонок мы записали. Второе, индивидуальное средство защиты, индивидуальное средство защиты, то есть ватно-марковая повязка. Можете пометить, что ртуть, пишите химическими символами, можно собрать банку с водой, с термоганатом калия, можно, и это, конечно, у вас должны быть перчатки, но в жизни всякое бывает. Вдруг это произошло, где-нибудь будет на даче, и по-моему, еще много будут ехать. Ну и, конечно же, в случае отравления, вы должны были сахачены. Следующий тяжелый металл, как я и обещала, свинец. Записываем первой колоночкой. Поступление свинца в организм человека может происходить тоже в нескольких путях. Итак, давайте еще раз глянем на слайд, описывающий попадание ртути в организм человека, что является источником бытовых приборов, люминесцентные лампы, руда ртутная, то есть люди, которые работают в шахтах по обработке, добыче руды, в общем-то, подвергаются, и, конечно, сточные воды и отходы. А вот теперь, что касается свинца. И первым источником свинца является автотранспорт. Ученые на сегодняшний момент отмечают, что в связи с ростом количества автомобилей, количество свинца просто колоссальное в воздухе. Дело в том, что при сжигании одного литра топлива выделяется от 200 до 400 миллиграмм свинца в атмосферу. Поэтому первым мы пишем автотранспорт. Второе источник – это бытовые отходы. Так, например, выброшенный на свалку аккумулятор содержит в себе около 9,5 килограмм чистого свинца. Бытовые отходы. И третье – это бытовые источники. Сейчас есть никакие. Бытовые источники. Так, например, в составе глазури, который покрывает ленинную посуду, входят соли, входят атомы свинца. Если эта посуда кустарного производства и, в общем-то, не согласована с аэпидстанциями и не выдержана по ГОСТу, по стандартам, такая посуда, обычно очень часто, если вы куда-то едете отдыхать с родителями, любите покупать от уремя сельников, эта посуда, в общем-то, может для вас оказаться источником тяжелых заболеваний. Итак, вступая с кислотами пищи в реакции, в данной глазури вырабатываются соли свинца, а вы потом из пищи их употребляете вовнутрь. И таким образом сами же для себя становитесь, ну скажем так, заражающим компонентом. Итак, вторая колоночка – воздействие на организм человека. Воздействие свинца очень сильно запрагивает нервную систему. Нарушение нервной системы. При этом у человека замедляется психическое развитие. При этом у человека снижается способность к обучению. Помечаете? Снижается способность к обучению. Значит, свинец способен повреждать белки, вызывая их денатурацию, разрушение. Поэтому пишем. Страдает обмен веществ. Страдает обмен веществ. Ну и, конечно, пищеварительные системы. В отличие от ртути, которая может проникать через кожу, свинец может проникать только через дыхательные или пищеварительные пути. Основные способы защиты. Способы защиты в данном случае будут такими же, как и при ртути. Во-первых, индивидуальная защита. Это раз. Во-вторых, скажем так, защита перспективного действия. Если, не дай бог, покупаются какие-то овощи, фрукты или грибы у дороги, мало того, что купленные у дороги, так еще и собранные у дороги. Вы понимаете, что количество транспорта там колоссальное? Какое же будет тогда задержание свинца в этих продуктах? Точно так проще. Поэтому, как защиту мы здесь напишем, употребление экологически чистых продуктов и воды. Итак, мы с вами рассмотрели тяжелые металлы. А вот теперь я попрошу вас таблицу отложить в сторону. Дело в том, что заполнить эту таблицу я попрошу вас дома. Но вы усвоили алгоритм, вы поняли в общую тару, по какому принципу ее заполнять. Я подготовила для вас материал дополнительный, используя который вы сможете таблицу заполнить. Но, возможно, у кого-то из вас, родители, работают в таких предприятиях, которые связаны с химически опасными веществами. Или врачи санэпидемиологических станций, которые смогут рассказать вам о воздействии и способах защиты. Возможно, кто-то работает в строительных компаниях и четко представляет воздействие строительных материалов и веществ, содержащихся в них на организме человека. Если же такого не произойдет, и нет у вас таких знакомых, материал учебника, дополнительная литература, которую я для вас приготовила, и самостоятельные работы сделаем чудеса. А сейчас, но в прошлом времени, немножко отдаля. Хотя, судя по вашим лицам, вы, в общем-то, и не устали. Написали четыре строчки. Но, тем не менее, я прошу вас всех сказать. Обычно в вашем возрасте желание делать какую-то зарядку уже минимальное. Но, тем не менее, я хочу вам предложить упражнение, которое улучшает мозговую активность. Вам придется только за мной повторить. Я буду, например, в меня встать. Вот так меня видно? Итак, упражнение выполняется несинхронно. Выполняем за мной. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Быстрее, быстрее. Пусть у вас кондинирует упражнение по ушалию. Активнее, активнее, активнее. И не спится самое главное. Выполняя данное упражнение, вы снимаете лучечное напряжение и заставляете кровь в сосуды приливать в вашу мозгу. Так, молодцы. А сейчас я предлагаю вам сделать упражнение, которое я сейчас вам предложу, тоже обладает скрытой силой. Закройте глаза и четко выполняйте то, что я попрошу. И представьте... Денис, я лежу. Представьте перед глазами ярко-золотой циферблат. Стрелки. И движемся глазами за стрелками часов. Я отсчитываю, а вы движетесь. Николай, мы видим циферблату. Итак, Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. А вы теперь откройте глаза. Ученые считают, что золотой цвет способствует улучшению и укреплению зрения. Вот сейчас, буквально за несколько секунд, каждый из вас немножечко улучшил свое зрение. А мы с вами продолжаем дальше. Следующая группа веществ очень интересная. Значит, я хочу вам задать такой вопрос. На планете существует такое место, и этих мест очень много. И в нашем городе их очень много. И, возможно, каждый из вас хоть раз, но в этом месте побывал, где концентрация химически опасных веществ, этим послушайте цифру, в 384 тысячи раз больше предельно допустимой концентрации. Что это за место такое? Кириллович? Ну, разговариваем, это пакет. То есть, тогда я думаю, что это обычно на улице, где ставят люди курили. Это не просто это место, где курили. Это сам курильщик. Но я предлагаю вам посмотреть на то, как выглядит легкое... Легкое, конечно, легким его уже трудно назвать, курильщик. Отяжеленное смолами, отяжеленное тяжелыми металлами и никотин. Итак, сейчас я предлагаю вам ответить на простой вопрос. Курить это хорошо или плохо? Плохо, говорит Калин. Так, громче Калиндарь. Понимаете, в чем дело, ребята? Все знают, что курить плохо? Нет. Нет, все знают это? Да. Естественно. А что курящих меньше стало? Нет. Нет. Хорошо. Я предлагаю вам еще раз в игровой форме шесть шляп мышления обсудить проблему. Курение за и против. Я напоминаю вам цвета шляп и ваши роли. И быстро, вот первое, что приходит в голову по теме, курение за и против. Итак, красная шляпа. Только чувства, ощущения. Вот что пришло в голову? Подумали про курение, Денис? Это порох не приедет. Ну, и так, и так. Ну, вот расстроился. Хорошо. Желтая шляпа. Позитив назовите. Ведь люди все пришколят. Вот Андрей, как это позитив? А? А? Молодец. Ну, вот сторонник здорового образа жизни. Юля, а у тебя какие-нибудь сутки? Успокоиться. О, можно успокоиться. Да, вы слышали сигареты. Хорошо. Черная шляпа. Негатив. А где? Загрязнение организма. Еще. Отвратительный запах. Отвратительный запах. Ой, какие молодцы. Давайте еще расскажем. Но. Зависимость большая. Ой, зависимость. Расходы. Расходы. Вот что? Позитив. Можно было написать. Поддержка экономики производителей. Если говорить. Хорошо. Зеленая. Вот что вы вообще с курением придумали? Вот куда его можно вообще направить? На лечение. Ага, курение на лечение. Всех больных на лечение. Всех больных на лечение. Ой, какая умница. Молодец, Карина. Действительно. Когда табак был впервые привезен английский террорей Екатерине Медичи, он был привезен как лекарство. Ну, а потом так все залечились этим лекарством. Хорошо. Белая шляпа. Голые факты. Вот кто может привести такой голый факт, который вы употребляете, каждый день, что что-то там никотин делает. Как же вы запутали? Жуководный террорей, 3 миллиона людей, это как туфли. Молодец, Карина. А вот я все хочу про каплю никотина узнать. Каплю никотина убивает лошадь. Правильно. Ну и вывод. Синяя шляпа, вывод. Упаление пороха. Вот понимаете, мне очень хочется, чтобы вывод все-таки коснулся каждого из вас. Вот как-то сформулируйте его так вот, чтобы выводы. Чтобы было всем понятно, что мы обсудили проблему не просто так. Что все шабр... Голение сокращает жест. Вот опять, смотрите, как говорится, интересно. Узеревну кого-то? Про себя скажите. Катюш, мне кажется, не совсем просто. Голение сокращает жест. Не только освоим, но и прощ. Да, да. Да, да. Не прощайся. Да, мысль у нас молчат. Здесь тоже. Ну что, такое... А, ой. Для серии эффектов. Банки, чтобы от себя начнем. Это вообще будет, да. То есть, вот не кто из вас не хочет сказать. Я куриц... Ну, не курицей. Шеландцы. Итак. Сейчас мы с вами попытаемся подвести такой небольшой итог тому, о чем мы сегодня говорим. Я хочу попросить вас написать тест. Тест у вас лежит на строке. Для этого вам необходимо сейчас взять листик с тестом, внимательно прочитать вопросы. Поднимите глазки на меня на секундочку. Правильный ответ только один. Вы обводите ручкой правильный ответ. Вопросы перед вами. Ваше время буквально 4 минуты. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, ничего страшного. Только это просто время крадет. Что? Девушка, вы не разговариваете. Мы сами принимаем вершины и отвечаем за ним на вопрос. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Проверим. Ребята, давайте посмотрим, как вы справились с тестом. Поднимите руки, кто правильно ответил на все восемь вопросов. Так, выше, выше, выше. Поднимаем. На все филы. Что у тебя? Так. Два. Кто правильно ответил на семь вопросов? Очень хорошо. Шесть. Прекрасно. Итак, мы, в общем-то, с вами сегодня говорили о химических загрязнениях. В конце нашего урока, хотя это еще не конец, я хочу вам предложить следующее. Внимание на доску. Я хочу вам предложить экологический манифест. Обращение учащихся девятого класса ко всем жителям Республики Беларусь. «Люди, прозреньте! Земля дала вам пищу и кровь. Труд сделал вас разумными. Наука повела в будущее. Но никто не знает, что будет с нашей планетой завтра. Я предлагаю сейчас нам совместно дописать наш манифест, и, возможно, он разместится в твоей вашей гимназии. Итак, мы заявляем, что люди должны знать. О чем должны знать люди? Вот исходя из темы нашего сегодняшнего урока. О чем, если мы хотим спасти планету? Если мы хотим жить в экологически чистых условиях? Нет, нет, нет. Они должны о чем знать? О курении. Не только о курении. О химическом загрязнении. Юля, да с кем? Быстрее, быстрее, быстрее. Юлия пишет, должны знать о химическом загрязнении нашей планеты. Вот здесь вот пишешь, столбик сериона. Что мы должны сказать? Нет, чтобы планета была чистой. Чему мы должны сказать нет? Катя, чему нет? Курению, прошу, к доске. Нет, курению. Еще чему нет? Чему еще нет? Ну, возможно, катастрофам, каким-нибудь техногенам. Чтобы на предприятиях не происходило это, да? Кирилл, если можно. Тоже, к даже, курению нет. Катастрофам нет. Чему мы скажем «да»? Здоровый. Здоровый. Здоровой пищи. Еще чему? Здоровому образу жизни. Ну и, может, озеленим нашу планету? Юля, если можно, выйти, допиши. Пусть она будет оформлена. Вот все, что мы сказали там. А вас я попрошу открыть книгнички и записать домашние задания. Готовы записать? Да. А у меня к вам такой вопрос. А какие должны быть домашние задания, чтобы вы закрепили все то, что вы можете сегодня на уроке? Так, прекрасно. Дописать таблицу. Записываем. Дописать таблицу. Хорошо. Ну а что еще? Параграф 43. Молодец, Юля. Параграф 43. Итак, домашнее задание получено. И я хочу к вам еще одну секундочку отметить вашу работу на уроке. Ксюша, если можно, какой листик с отметкой? У меня есть. У меня есть. Хорошо. Я не пишу, сколько здесь? Семь? Семь. Катя сегодня за очень активную работу получает еще два балла и суммарный балл 9. Если можно, вот спасибо, а ты молодец. Свою фамилию. Хотелось бы еще Сережу отметить. Сережа чуть-чуть меньше говорил. Значит, 8 баллов за урок. Хотя тоже молодец. Кирилл. Прекрасно. Кирилл, 10 баллов. Фамилию напиши и поставим вам. Итак, фамилию же я просто знала, кому поставить. Сам напиши. Итак, ребята. Урок наш с вами завершен. Манифест. В общем-то, составлен. Если он нашел отзыв в вашей дюше, привыкать, распишитесь внизу. Ну, если вам захочется это сделать. Итак, спасибо за урок. И до свидания. Если есть желание, пожалуйста, до свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!